Собака В случае, если вашего ребёнка покусало дикое животное, нужно обязательно обращаться в специализированное отделение, иначе ребёнок может заболеть бешенством. Последствия данного заболевания достаточно плачевны, вплоть до летального исхода. Переносят вирус не только собаки и коты. Заразиться им можно от грызунов, лошадей, свиней, мелкого и крупного рогатого скота, не говоря уже о диких животных. Если факт укуса подтверждён, родители должны обработать рану. Главное – сделать это правильно. Нужно в первую очередь обработать рану мыльным раствором, затем мы обрабатываем рану перекисью, хлоргексидином и на окончательном этапе обрабатываем уже йодом. Ну и накладываем асептическую повязку при необходимости. Обработка раны – мера необходимая, но единственным способом предотвратить болезнь на данный момент является введение антирабической вакцины. Схема вакцинации включает в себя пять внутримышечных инъекций. Чем раньше эти прививки начаты, тем более вероятен успех. Помните, что больное животное может не проявлять признаков агрессии, а пик заразности наступает за несколько дней до появления внешних признаков. Самый верный путь – не заболеть, не подвергать себя напрасному риску.